Возможно ли открыть собственное дело, не имея при этом ни рубля? Конечно. С 2021 года в Карачаево-Черкесии запущена программа социального партнерства «Социальный контракт». Это соглашение между гражданином и органом социальной защиты населения, где орган социальной защиты населения обязуется оказать помощь гражданину, а гражданин, в свою очередь, обязуется выполнить определенные действия для повышения уровня благосостояния своей семьи. Преподаватель СКГА Мадина Кукаева среди тех, кто воспользовался такой возможностью, и на выделенные средства открыла школу английского языка. Идея создания учебного заведения вынашивалась долго и стала реальностью благодаря социальному контракту. На выделенные средства этой меры социальной поддержки Мадина Кукаева сняла помещение для школы своей мечты и оборудовала его всем необходимым. Школу английского языка Мадины Кукаевой сегодня посещают как дети дошколята, учащиеся средние школы, так и студенты пенсионного возраста, которым интересно изучение иностранного языка. Помимо английского языка в школе Мадины Кукаевой более углубленно преподают математику, русский язык, учат изобразительному искусству, готовят детей к единому государственному экзамену. Школа английского языка Мадины Кукаевой – пример того, как сбываются самые смелые мечты, если только немножко помочь. И таких примеров в Карачаево-Черкесии уже десятки. Кто имеет право на такую меру социальной поддержки, как госконтракт, расскажет наша гостья. Первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Карачаева-Черкесии Мадина Ашаева. Мадина Ашина, какая категория граждан может рассчитывать на эту меру государственной поддержки? Государственную социальную помощь на основании социального контракта могут оформить малоимущие граждане, то есть семьи со среднедушевым доходом не выше установленной величины прожиточного минимума на душу населения. По социально-демографическим группам рассчитывается. Социальный контракт – это соглашение между гражданином и органом социальной защиты, где гражданин обязуется выполнить мероприятие индивидуальной программы социальной адаптации. Что это означает? При заключении социального контракта составляется индивидуальная программа социальной адаптации, где подробно расписывается объем помощи, которая будет оказана, и мероприятие, которое должен гражданин реализовать, чтобы выйти из трудной жизненной ситуации. А имеет в этом вопросе значение, работает семья, гражданин, который обращается, или не работает? Безработан должен быть? Нет, это не имеет значения. Основное условие я обозначила. Какие независимые могут быть причины – это уход за ребенком, уход за пожилыми членами семьи, наличие инвалидности, то есть независимые причины, которые установлены в порядке, вот это применяется, и, конечно, доход семьи. Мадина Айсовна, расскажите о видах государственного контракта. Их же несколько? Их несколько, четыре направления. По четырем направлениям можно заключить социальный контракт. Вообще, мы очень комплексно подходим к этому вопросу. Обращается заявитель, и мы должны оценить, в какой жизненной ситуации оказался он. Может, есть несовершеннолетние дети, которым нужно помочь устроить в садик. Может быть, они должны получать какие-то меры социальной поддержки. Они не получают, мы помогаем оформить меры социальной поддержки. То есть вот такой комплексный подход. И по четырем направлениям. Вот первое направление – это поиск работы. Может, ему нужно помочь устроиться на работу. Вот по первому направлению, по поиску работы, мы заключаем контракт сроком до девяти месяцев. После заключения контракта первый месяц гражданин получает выплату в размере прожиточного минимума. Этот размер на сегодня составляет 13 806 рублей. После трудоустройства он еще в течение трех месяцев такой же размер выплаты получает. Мы оказываем помощь в трудоустройстве. Через управление занятостью еще он может переобучиться, найти образовательную организацию. Может самостоятельно найти образовательную организацию. И курсы вот эти обучения мы тоже оплачиваем до 30 тысяч рублей размер выплат на обучение. И после трудоустройства, как я и сказала, три месяца мы еще выплачиваем размер прожиточного минимума, установленного в субъекте. Второе направление – это развитие индивидуального предпринимательства. Здесь мы хотим отметить, что в этом году размер выплаты установили до 350 тысяч рублей. Государственную вот эту программу оказания соцпомощи мы реализовываем с 2021 года. Ранее размер выплаты составлял 250 тысяч рублей. Сейчас до 350 тысяч рублей по этому направлению можно получить. Социальную помощь и контракт заключается сроком до 12 месяцев. Третье направление – это развитие личного подсобного хозяйства. На развитие можно получить денежные средства. Ранее размер составлял 100 тысяч рублей. И в соответствии с нововведениями, как я и сказала, на сегодняшний день размер составляет 200 тысяч рублей. То есть до 200 тысяч рублей по третьему направлению можно получить. Четвертое направление – это помощь семям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Помощь может быть разовая. Мы можем ежемесячно выплачивать до 6 месяцев в размере тоже установленного прожиточного минимума. Это такая помощь, чтобы семья здесь и сейчас могла приобрести какие-то предметы первой необходимости и выйти из этой трудной жизненной ситуации вот сейчас. Важно отметить, и об этом должны все знать, что гражданин обязуется выполнять мероприятия, которые предусмотрены в бизнес-плане, в программе социальной адаптации. В случае невыполнения этих мероприятий орган социальной защиты имеет право потребовать обратно, чтобы гражданин восстановил средства в бюджет. А есть у нас в республике примеры успешной реализации средств этой меры государственной поддержки? Этот вопрос я очень люблю и люблю про это говорить. Очень-очень много положительных практик и проектов реализовано с начала реализации этой программы с 2021 года. И вот анализ показал, что оказывается очень востребовано сейчас изготовление полуфабрикатов. Клининговые услуги востребованы. Да, вот есть тоже такая практика очень интересная в городе Черкесске. Она тоже зарегистрировалась как самозанятая и получила деньги, закупила дорогостоящее оборудование, оказывает услуги. У нее прям поминутно все расписано. Очень востребованная услуга. В Джугатинском районе открыли мастерскую по изготовлению изделий из дерева. Очень интересная тоже практика. Вот очень красиво изготавливаются изделия. Мы сами смотрели. И как бы эту практику с удовольствием представили в Минтруда России. Я еще раз повторяюсь, если есть желание развиваться, если есть у гражданина желание выйти на самообеспечение, то, конечно, такая хорошая возможность предоставляется. В некоторых районах нашей республики им говорят, что средств больше нет, программа завершена. А в одном из районов даже говорили, что эта программа – это просто фейк и не более. Как вы боретесь с такими явлениями? В случае возникновения каких-то дополнительных вопросов, естественно, мы готовы индивидуально рассматривать любое обращение, любую жалобу. И программа действует, как я и сказала, с 2021 года, что программы такой нет, не могут так объяснять. Конечно, мы и с управлениями социальной защиты очень тесно работаем, разъяснительную работу проводим. Если обратились и на сегодняшний день сказали, что, допустим, финансирования нет, можно это уточнить в Министерстве труда. В случае выделения дополнительных средств вот эти обращения в порядке очередности рассматриваются. Поэтому нужно еще раз обратиться в орган социальной защиты. Мадина Айсовна, а вот прошло оговоренное договором время, то есть 12 месяцев, которые давались на реализацию программы, а дальше? После завершения социального контракта органы социальной защиты мониторят деятельность гражданина. И здесь очень важно, чтобы они понимали, в случае, когда они эффективно продолжают реализовывать мероприятия, органы социальной защиты могут вынести решение о целесообразности заключения нового контракта с этим же гражданином. Мадина Айсовна, спасибо огромное, что вы приняли участие в нашей программе. И уверена, что ваши исчерпывающие ответы на наши вопросы помогут очень многим жителям исправить свою жизненную ситуацию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.